Внести свой вклад в выздоровление Волги и помочь очистить ее берега от мусора 21 мая смоглись жители всех волжских городов. Самара не стала исключением. Сотрудники Министерства лесного хозяйства, Департамента городского хозяйства и экологии, а также волонтеры и неравнодушные жители города приводили в порядок пляж в районе спуска по улице Советской Армии. Акция «День Волги» прошла в поддержку национального проекта «Экология». Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Данная акция проводится с 2018 года. Она проходит не только в Самаре, но и еще в других волжских городах. И мы надеемся, что наша акция будет самая массовая, самая эффективная. Администрация города организована. Привезли бункеры для сбора. Все собирают мешки, весь мусор укладывается в бункер. Дальше это будет на специализмный полигон отвозиться. Забота о Волге стала отдельным направлением национального проекта, в рамках которого по всей стране ведутся работы по оздоровлению Волги и других водных объектов. Например, в ходе генеральной уборки страны из речных акваторий к 2024 году будет поднято 79 затонувших судов. К ежегодной акции по очистке волжских берегов подключились представители рыбоохраны. Частота берега и реки, отмечают специалисты, влияет на водно-кормовую базу и популяцию. С 20 мая у нас начался нерестовый период. И с 26 мая началась Волга без сетей. Мы активно со всеми надзорными инстанциями, а также со общественностью очищаем Волгу от незаконных орудий лова, сетей, а также от различных загрязнений. Акция «День Волги» прошла в четырех российских городах – Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и Казани. Желающих привести в порядок берега родной реки оказалось немало. Всего в эко-марафоне приняли участие более трех тысяч человек. Их силами было собрано и вывезено на утилизацию более 280 кубометров мусора. Это почти 40 груженных камазов. Помимо традиционных пластиковых отходов, которые чаще всего оставляют отдыхающие на берегу, участников генеральной уборки ждали и довольно необычные находки. В Самаре, к примеру, нашлись женская туфля, удочка и крышка от кастрюли. А в Казани – два мужских ботинка, мангал, свитер и ковер. Нам летом здесь загорать. К сожалению, в современном мире мы только и мусорим, но берется тоже. Волга – это огромный объект, который распространен на всей территории России. Важно поддерживать состояние и чистоту этой территории для того, чтобы наши дети и в дальнейшем внуки увидели всю красоту природы. Для участников Дня Волги была организована насыщенная развлекательная программа – фото-зона, живая музыка, викторины и розыгрыши памятных эко-призов. В Самаре в акции приняли участие 490 человек, усилиями которых было собрано 16 кубометров мусора. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Игра Павлова, Николай Сидоров, Николай Сидоров, События.